Семиметровые и бронзовые фигуры графа и митрополита давно стали визитной карточкой не только переулка Орелочного, но и всего областного центра. Обе исторические личности равны по масштабу, но автор монумента святителя Иннокентия удобно усадил, а Николая Муравьева-Амурского заставил стоять. Как выяснилось, совсем не из-за прихоти. По росту была большая разница. Святитель Иннокентий кряжистый, мощный мужчина, а Николай Николаевич субтильный, худенький. И чтобы избежать какой-то карикатурности, решили вот такой вариант. Владыка Гавриил его благословил. Памятная табличка на доме по адресу Комсомольская, 2, не привлекает такого внимания, как памятник, но она тоже посвящена известному человеку. Николаю Стародубу. Личность, безусловно, легендарная и связана с историей Амурского театра драмы. Человек, который поднял авторитет театра на общероссийский уровень. В этом же доме жил и народный артист РСФСР Леонид Спаский. Информации о нем мало даже у краеведов. Жители города, скорее всего, и вовсе не знают о нем. Как и историю здания на Ленина 142. Сейчас здесь Россельхозбанк. А в начале 20 века располагалась почтово-телеграфная контора. В ней с детства бывала участница экскурсии Елена Слободчикова. Мама работала здесь и даже ночевала. И маленькую дочь брала с собой. Телеграф был круглосуточный. Значит, принимали ночью телеграммы. Значит, запомнилась очень большая, широкая, красивая лестница на второй этаж. На втором этаже, значит, приходили, когда ночью писали телеграмму. Ее, значит, цепляли скрепочкой на линию такая, веревка шла наверх еще в потолок. Эти стены помнят и самую масштабную забастовку в Преамуре, которая длилась с 16 августа 1905 до 3 января 1906. Ее устроили почтово-телеграфные служащие. Они оккупировали это здание, фактически не взяли власть над информацией по всей области в свои руки. Волнения, названные первой русской революцией, тогда шли по всей стране. В память об этом событии на здании тоже установили мемориальную табличку. По пути следования экскурсий таких встретилось немало. Многие из них объясняют названия городских улиц, о которых жители даже не задумываются. Улица Калинина, она как-то не связана в нашем сознании с именем Михаила Ивановича Калинина, как и любых других, Богдана Хмельницкого и Шевченко. То есть у нас повседневное наше использование этих названий, они у нас не персонифицируются в голове. Чтобы о событиях и людях узнали как можно больше жителей страны и зарубежья, их нанесут на карты Google и Яндекс, в том числе и ради привлечения туристов. Для этого и создан проект ВПРФ «Прошагай город», в рамках которого прошла историческая экскурсия. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».